Когда я наконец-то увидел его, я с одной стороны выдохнул с облегчением, что я наконец-то его нашел, вот он. И Ваня сам когда увидел, установили визуальный контакт, он перестал плакать, то есть успокоился и начал даже как там обмяк, наверное, да, расслабился, что наконец-то вот они пришли. И я разговаривал все время, что с ним пытался до него добраться, все время с ним разговаривал, пытался там малыш не плачь, я не знал, это мальчик или девочка, ну мы знали, что там возможно ребенок находится, нам сказали, там мама, ну пол или еще где-то, мы не знали, поэтому я его пытался всячески подбодрить. Когда я уже добрался и понимал, что вот момент подходит того, что надо будет передавать, мысль была одна, как можно скорее отдать его врачам скорой помощи, потому что находясь на морозе, я понимал, что ему необходимо как можно быстрее оказаться у врачей, поэтому раздумий, заглядывание в глаза, каких-то установлений контактов этого не было. То есть я проверил его руки-ноги, убедился, что они не зажаты, я их могу достать, да, увидел, что ножка сломана, наиболее безопасным образом поместил себя на руки, выбрался из завала, да, но это было неудобно, потому что я не знал, где земля, я работал в завале. И крикнул только товарищам, держите меня, потому что мог упасть. Ну и старался спиной выползать, чтобы если я упал, упасть на себя, чтобы не повредить Ванечку. Как только появится возможность, чтобы его посетить именно с медицинской точки зрения, когда доктора позволят его посетить, то обязательно и я, и Андрей Вальман, Андрей Вальман, который нашел все остальные парни, кто принимал участие в операции, командир нашей аэромобильной группировки, начальник нашего центра, тоже все с большим желанием ждем, когда он разрешат, и мы будем иметь возможность его посетить. Сейчас желаем ему только одного здоровья, чтобы побыстрее все это закончилось, его выписали, передали родителям. Мне кажется, стойкости духа Ванечке могут позавидовать любые, даже самые сильные мужчины, смелые, в такой мороз, на таком воздухе продержаться и вовремя подать о себе знать и кричать столько, чтобы тебя нашли, это надо иметь внутренний серьезный стержень. Завал был довольно-таки очень сложным и нужно было аккуратно все разбирать, потому что одно неправильное движение, движение конструкции, которое находилось под напряжением, могло привести к тому, что непоправимый результат. Завал клое варенье, яички boostы, которые связаны для побыстрей и делали, какие-то задачи. Давно это перемul까, но это сильно кусаки. Я иду варенья ковечку. Я иду за иду варенью, чтобы я уже не могу, что-то нагреваем. Я хотел их использовать и ядерую, очень хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 никаких областей, но процесс заживления будет очень долгий, поэтому продолжается вся терапия комплексная, включая ту терапию, которая нормализует микроциркуляцию. Это гипербарическая оксигенация, это специальные инфузии препаратов, расширяющих мелкие сосудики. Поэтому путь еще, конечно, долгий, но тем не менее, вот, слава Богу, самый страшный у меня позади. Можно на сегодняшний день сказать, что ребеночек выжил, его состояние улучшается, оно стабильное, и мы надеемся сохранить полностью ножку. В каком состоянии мама? Мама психологически еще полностью не вышла из состояния стресса, конечно, и все ее тревоги и страхи, они пока сохраняются, но вместе с тем мама отмечает тоже улучшение состояния ребенка, что ее, естественно, очень радует. А в целом она хорошо устроена, и мы следим за ней тоже. Вот, поэтому, дай Бог, чтобы Новый год для этой семьи был лучше прошлого, как и для всех. В соцсетях повернула небольшая дискуссия относительно того, что из Магнитогорска очень далеко от Сибири ребенка пришлось везти в Москву, потому что якобы только здесь есть соответствующая оборудование, чтобы он помог. Почему действительно нельзя было положено где-то там поближе его положить в больницу, там помочь? Нет возможности? Коллеги, значит, я хочу еще раз, мы вообще давали разъяснение на эту тему Минздрав, но еще раз сказать всем, что у нас сейчас в каждом регионе Российской Федерации есть хорошо оснащенные и хорошо наполненные кадрами, обученными реанимационные отделения, в том числе и ожоговые койки и так далее. Поэтому можно было лечить и в Челябинске, можно было лечить в Казани, в других городах, которые находятся недалеко. Но, во-первых, нам очень повезло с бортом, это самый скоростной борт, который есть в нашей стране из таких невоенных бортов, который довез за час пятьдесят ребенка уже, а если его транспортировать в Челябинск было бы, ну это не намного было бы быстрее. Это раз. Во-вторых, вся страна молилась за этого мальчика. Это действительно было новогоднее чудо, что его удалось спасти через тридцать пять часов после обрушения здания. И хотелось всей душой нам всем, как и вам, я уверена, сделать от максимума все хорошее, что мы можем сделать. Вот лучший центр в стране, это центр, в котором мы находимся, неотложной детской хирургии и травматологии. Поэтому этот центр всегда подключается к регионам с помощью телемедицины, если дети лечатся и в регионах. У нас была возможность быстро его доставить в лучшее место. И это, надо сказать, практика, которой пользуются все страны мира. Вот я могу вам сказать, что и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, наряду с тем, что все центры достаточно неплохого общего уровня, но есть центры специализирующие на раке лекарного, а отдельно на раке кишечника. Понимаете? И если нужно лечить рак кишечника, замечательно, Леги Артист, то везут в один штат. А если нужно что-то другое, в другой штат. Это нормальное развитие медицины, когда появляются вот такие центры. Он у нас не один на страну, но этот лучше. Вот, поэтому, естественно, в этой ситуации мы действительно все вот хотели сделать, не случайно директор этого центра, он вылезел с бортом скоростной, чтобы по дороге сопровождать ребеночка. Поэтому, раз уж к нам Бог повернулся и сохранил этому ребенку жизнь, мы должны были отработать полностью все, что мы могли сделать. и все, что мы должны делать. Пока мы ничего не загадываем, потому что каждый день дает определенный положительный шаг вперед. И мы этому очень радуемся. И каждый день мы подбудем итоги по вечеру этого дня, насколько что изменилось. Слава Богу, что сейчас все стабильно и с тенденцией к улучшению. И тот, кто был сейчас с нами и может посмотреть ребеночка, это уже ребеночек, активно интересующийся миром, активно эмоционально реагирующий. Вот это очень важно. Спасибо, коллеги. Вас еще раз поздравляю всех и желаю добра вам всем. Чтобы все было хорошо. Спасибо большое. Георгий Михайлович, насколько мы знаем, поменяли в Астане, чтобы мальчику не подложить, когда вы увидели, как вы это состояние сейчас. Это сейчас. Сейчас, минуточку. Давайте посмотрим. В целом мы расцениваем сегодняшнее состояние, как такой небольшой подарок родителям, нам всем, вам, россиянам, к Рождеству. Он был абсолютно разбалансирован. Он сам не мог дышать. У него плохо работали почки. Он не мог есть. И много других проблем у него было. Надо его собрать. Вот этого нам удалось сделать. Сегодня он нас мысленно смотрит. Сегодня реагирует на окружающего. Сегодня он начал глотать. Сегодня сняли его с искусственной вентиляции полностью. Но проблем еще достаточно много. Я думаю, что не один месяц уйдет для того, чтобы он встал на ноги и поправился. И как раз проблема сегодня, если мы раньше думали о том, будет жить или не будет жить, сегодня уже с какими последствиями он будет выходить. Что будет с ногами. Потому что отморожение довольно серьезное. Ноги правой. И кроме того, там перелом, с которым надо еще будет работать. В общем, схожу, что еще есть чем заниматься. Я вам хотел представить двух наших специалистов. Это Валерий Афанасьевич Мятиш. Он директор института. Вот он летал и забирал ребенка сюда. И Валерий Амчиславский. Это профессор, ренематолог. Я считаю, что один из лучших ренематологов у нас в стране, который очень много сделал для того, чтобы вместе со своим коллективом фактически все работали круглые сутки, вне зависимости от праздника. Вот я хотел бы, чтобы, может быть, сначала Валерий Афанасьевич, Валерий Афанасьевич сказал пару слов, а потом Валерий Афанасьевич. Пожалуйста. Все хорошо, что хорошо кончается. Мы очень надеемся и верим, что данный эпизод в жизни Ванечки закончится благополучно. Как говорится, лишь бы дети были здоровы, чтобы все было хорошо. Всех с развитиством. Очень скромный человек. Информация в полном объеме уже представлена. Единственное, хочу просто действительно подтвердить слова Олега Михайловича, как хирурга, что работы еще предстоит много. Надежда есть, опыт есть, институт располагает всем необходимым, поэтому давайте все вместе надеяться на хорошее. Я хотел еще пару слов сказать о том внимании, которое к этому ребенку со стороны всех. Мы очень много получаем звонков и просьб, и помощь родителям идет. Мама, она фельдшер, она все понимает. Она вот сейчас вот с ребенком рядом находится. Да, и вся структура здравоохранения, включая Министерство здравоохранения, включая Вероника Юрьевна, Скворцова, который каждый день требует отчета о том, что с ребенком. И получаем советы. Вот это очень хорошо, когда все вместе, когда рука в руку, и когда работаем на результат. Какой вопрос? Переведутся в палатку, например, из реанимации. Ой, не надо, я чуть все верну. Давайте, не надо торопиться. Мы не на соревновании. Как только он стабилизируется, станет нормальным, мы будем переводить. Будем переводить.